День первого президента Казахстан Нам хватало, кое-что не хватало, где-то за очередью стояли за хлебом. За 30 лет Казахстан, я думаю, показал себя с лучшей стороны, наше государство. Было, да, сложности были, но мы все дружно с народом, благодаря лидерам нации, президенту, я думаю, добьемся всего. Сам Нуркен Бегимов к своим 30-ти уже достиг определенных высот, особенно в карьере. Уже на протяжении двух лет он трудится мастером электриков шихтового отделения Аглацеха АО «Арсилор Миталтимиртау». Каждый день мужчина сталкивается с новыми задачами и новыми сложностями. Ему нужно не только контролировать ремонт электрооборудования, но и правильно организовать работу электриков. В этой профессии самое главное у нас техника безопасности. Я отвечаю за свой персонал, за своих людей. Я обязую, чтобы мои рабочие 4 часа ушли целыми, невредимыми домой. Во-вторых, я обязан, чтобы электрооборудование работало бесперерывно, без простоев и бесперебойно. И устранять все неполадки на рабочем месте. Начинал Нуркен, конечно, простым электриком. Работал в дежурной смене Аглацеха, обслуживал оборудование. Там же в Аглацехе уже больше 15 лет технологом трудится и отец героя нашего сюжета – Бердимурат Курманулы. Именно совет отца в свое время определил дальнейший трудовой путь Нуркена. «Когда я учился, я у отца спрашивал, что, куда пойти с ним советовался. Он мне говорил, иди на электрика. Я думаю, ты потянешь. Я вот пошел на электрика учиться». По словам Нуркена, работать с электрооборудованием несложно. Но это требует особой внимательности и аккуратности. Ведь электричество нужно уметь понимать. Пренебрегать техникой безопасности в этом деле никак нельзя. Как ровесник независимости Нуркен Бегимов поздравил всех казахстанцев с наступающим праздником. «Желаю всего самого-самого хорошего. Самое главное – это здоровье. Будет здоровье, будет все». Кристина Кириченко, Андрей Буховский. Новости Тимиртау.